Клуб редакторов Инмедиа Кировской области Александру Соколову Артём Подпругин, главный редактор группы компаний Главный редактор портала Источник Онлайн Анастасия Белова, главный редактор газеты Бизнес Новости в Кирове И портала БНКиров.ру И Антон Погодин, главный редактор информационного портала Первый Источник Ещё одна запланированная тема у нас осталась на предстоящие 25-24 минуты Тема образования, которую мы затронули уже в самом начале Сказав, что Александр Валентинович не единственный учитель истории Который присутствует в нашей студии Ну вот давайте разговаривать будем на эти вопросы Да, сейчас себя поймал на мысли, что последний вопрос прошлого блока тоже задавал я И третий блок открывает тоже я Александр Валентинович Вопрос, вот в чём Вам и правительством Кировской области Анонсированы меры поддержки учителей в регионе В год педагога и наставника Напомню, что это 2023 как раз год Это и повышение зарплаты, и выплаты за успехи учеников Премия губернатора для, если я не ошибаюсь, 20 лучших педагогов региона Какие-то KPI, жёсткие конкретные задачи, достижения конкретных показателей ставятся при этом Нам, не знаю, настолько-то процентов обновить педагогические коллективы, например, в школах районных, городских и так далее То есть вот какие-то конкретные шаги есть в этом? Да, спасибо Хорошая образование, вообще хорошая для меня тема Поскольку я всё-таки по первому действительно образованию педагог И у нас, кстати, в правительстве очень много педагогов Чем-то сроднись, всё-таки, педагогическая деятельность, по всей видимости, с управленческой KPI, безусловно, есть Но они, конечно, не в обновлении педагогических коллективов Потому что у нас есть большая нехватка учителей Поэтому наша задача, чтобы те учителя, которые сейчас есть, остались и пришли новые Ещё, ещё дополнительные учителя То есть это не об обновлении, а приток дополнительных людей Значит, молодых людей, понятно, выпускников высших учебных заведений Школы, другие учебные заведения Кроме этого, есть вот по содержанию Почему мы установили выплаты за конкретные результаты по некоторым позициям учителя Образование должно соответствовать потребности общества на данный момент На данный момент мы находимся в ситуации жестких международных санкций И нам требуется обеспечить технологический суверенитет страны А это невозможно делать без инженерных кадров И мы вместе с союзом машиностроителей, союзом ректоров Покопались, посмотрели в этом вопросе И нашли точку, с чего всё начинается А начинается всё со школы У нас профильную математику и физику Каждый год уменьшение количества выпускников Это с чем связано? С одной стороны, связано со сложностью, безусловно Потому что сдать гуманитарный Подготовиться к гуманитарному предмету всё-таки легче, чем к физике Это связано с недостаточью учителей И, в общем, на определённом этапе невостребованности инженерной специальности А сейчас инженерные специальности востребованы А подготовка к школе не соответствует этой потребности Проседает Проседает И поэтому мы установили просто 5000 рублей выплату учителям Если их воспитанники будут сдавать профильную математику или профильную физику Это единовременно, конечно Единовременно, то есть записался человек, пошёл, сдал положительную оценку, получал То есть сдал И по итогам этого преподаватель получит заработную плату дополнительную Получит премию просто По этому поводу мы выделили дополнительные средства Потому что дальше они должны Вот эти люди, если не сдали физику и профильную математику Они не смогут поступить на инженерный факультет просто Потому что это требуется именно это Если они не поступят, они не станут инженером Вот и всё И под эту специализацию Мы запускаем две важные вещи Это две программы для среднего специального образования Профессионалитет Заявки уже подготовлены Сейчас мы их направляем в Министерство просвещения Смысл профессионалитета в чём? Объединяется регион Учебное заведение профиля определенного Предпринимателей, которые дальше будут давать рабочие места Для тех, кто выпустится из этих средних специальных учебных заведений И федеральное правительство это датирует Причём такая достаточно серьёзная модель Допустим, то есть приблизительно 40 миллионов наших областных От 40 до 80 миллионов от предпринимателей Которые предоставляют учебные лаборатории Предприятия, свои предприятия Оборудуют мастерские Вкладывают какие-то деньги в развитие И 100 миллионов федеральных То есть проект на 200 миллионов по каждому направлению Две заявки готовят Одно по сельскому хозяйству У нас много аграрных техникумов У нас хороший сельскохозяйственный вуз Который будет главным в этой истории Как методическая база У нас крупные, серьёзные предприятия В сельском хозяйстве Они уделяют достаточное количество денег Я думаю, что эта заявка точно пройдёт Вторая заявка по машиностроению У нас тоже есть хорошие предприятия Которые станки делают Кирове делают станки Ответственно заявляли А это самое главное в машиностроении Если делаешь станки На них можно делать что-то следующее Самовоспроизводиться То есть можно Такая же заявка по этому И далее мы опять пришли К дерзкой заявке Создание кампуса мирового уровня Так называется проект Это не мы придумали 17 заявок уже разыграно по России Разыгрывались заявки в 21-м 22-м Киров почему-то не посчитал нужным Область принимать в этом участие Побоялись может амбициозности задачи Вот я поздравил вчера Дмитрия Махунина Он заключил уже конституционное соглашение В Керми будет строиться такой кампус И я надеюсь Что мы тоже сделаем заявку мечты И тоже победим В этом году разыгрывается Последний раз В 8 заявок Надеюсь Что мы сможем подойти Мы уже договариваемся С конституционерами То есть это не прожег Давайте поясним слушателям Мы имеем ввиду территорию кваду бывшего Да Мы имеем ввиду сначала идею Приземляем ее просто на территории кваду Конкретно чтобы представить Где это может располагаться Пока не будет идеи Не будет Да пока не будет идеи Не будет куда смотреть То есть мы его тоже хотим Сделать инженерным То есть мы хотим Простроить вот всю цепочку Поддержки учителей физики и математики в школах Среднее специальное учебное заведение И как венец этому Мировая инженерная школа Которая будет располагаться в Кирове Пост именно по направлению станкостроения То есть вот понятная задача Понятная миссия Вот это есть главный KPI Когда опять Главный KPI никакой В сфере образования Когда детки выбирают Траекторию своего поведения Остаться с дома Здесь дальше продолжать образование И потом здесь себя реализовывать Вот это главный критерий успешности Давайте из областного центра В районы области отправимся По сельским школам Да, давайте вопрос Про сельские школы как раз Что областные власти В дальнейшем намерены сделать Сельскими школами Которые размещены в малонаселенных пунктах Знаете, это Школа Это такой Как бы показатель Маркер Что населенный пункт жив И будет развиваться дальше Потому что Практика покажет Что закрытие школы Это практически Путь К обезлюдению Этого населенного пункта Поэтому все школы Которые у нас есть Мы будем поддерживать Школы, конечно Находятся в разном состоянии Поэтому мы сейчас Сделали заявку На капитальный ремонт Почти ста школ Из них Большинство Находятся в сельской местности Значит Заявки будут рассматривать На уровне Федерального правительства В середине этого года И надеюсь В 24-25 году Мы будем их ремонтировать Так же Как ремонтировали В 22-м году 15 школ Мы отремонтировали Все сделали в срок Надеюсь Что это учтется Потому что Не все регионы Справлялись С поставленными задачами В отведенные Для этого сроки Вот Мы здесь выполнили Все качественно Поэтому Надеюсь Что наша заявка Будет поддержана И мы получим средства Мы заявились На 2,5 миллиарда рублей Именно На ремонты Школ В основном Конечно В районах На условиях Софинансирования Эта программа Проводится На условиях Софинансирования Но 5% Все Новые подходы Опять же К привлечению кадров В эти школы Планируется привлекать? Заинтересовывать Как-то Знаете Самая сложная история По привлечению Кто себе У нас У нас были периоды В том числе В том числе В том числе Средства Массовой информации Ну смотри Вы включите Сейчас любую Кнопку Вечером К телевизору Сериал про КО Будет Про врачей Либо про полицейских Либо про врачей Первый Второй канал Идут Сериалы Все время Про врачей И врачи Там показаны Действительно Что они Мастера Герои Порядочные люди Про педагогов То же самое Не хотелось бы Просто чтобы В образовании Что-то такое Вроде случилось Какой-то пандемии Пандемии Да Чтобы случилось Что-то пандемии Но понимаете Если не Мы будем воспитывать Наше новое Наше поколение То его будут воспитывать Другие И они будут Соответственно В интересах Других людей Других стран Действовать Поэтому прав Сергей Владимирович Киверенко Который недавно Сказал Что учителя Фактически Находятся На передовой Идеологического фронта Вот об этом Надо говорить А с точки зрения Материальной Конечно Учителям Будем помогать Мы больше всех Кому подняли Зарплату Кому-то на 5,5 Просал Кому-то на 10 Учителям на 11 Подняли Мы будем Строй Жилье Для бюджетников И это прежде всего Конечно Для учителей Потому что Их больше просто Их физически больше Будем использовать Как раз Механизм аренд Потому что Реально Надо понимать А где еще Взять Средства Кроме как Не Варианта Кредита Под аренду Других Других вариантов Просто Нет Ипотека Это сильно дороже Я вам скажу Прямо сильно дороже Вот То есть Построить Ориентный дом Можно совершенно Запросто И на 20 квартир Не обязательно Застроить там Панельку На 1000 квартир Можно В любом районе Области В любом Построить В населенном пункте Дом Которым Найдутся жители Где-то будут Работники Сельского хозяйства Где-то культуры Где-то образования Где-то врач Это совершенно Реальный Понятный проект Вот И поэтому Мы сейчас Готовим заявку В Дом РФ По Предоставлению нам Кредитов На строительство Редного жилья Как в Кирове Так и в районах В районах области В районах области Понятно Что в основном Для бюджетников Прежде всего Для учителей Их просто больше Да Александр Валентинович Хотел уточнить Вот Мы обсуждали Сегодня Несколько проектов Киров Новогодняя столица России Кампус мирового уровня Опять же Программа По арендному жилью А вот Много Таких вот Программ Раньше Упускалось Из виду В которых Кировская область Не участвовала Может быть Есть Какие-то На виду И в которых Планируется Также Принять участие Ну Знать Вот таких Проектах Действительно Очень много Я поставил Задачу Всем Министрам Всем вице-премьерам Ну Просто-напросто Искать Такие проекты Кировская область Может принять участие Я не буду Излишне критиковать Своих предшественников То есть Много Программ В которых Кировская область Успешно Вошла И по строительству Школ Молодцы Хорошо Вошли И по Модернизации Здравоохранения Очень хорошая Программа Значит Есть программы По чистой воде Вполне Разумные И Уполнимые Вот То есть Ну Много Что сделано Но Как мне кажется Важно Установить Именно Вот этот критерий Этот КПА И для всех Подразделений И правительства И определять Успешность Привлечением Сюда Федеральных Средств Для Реализации Каких-то Проектов Причем Нужно Всегда Немножко Смотреть За горизонт То есть Не пытаться Догнать Ну Что догонять Там Это самые Наши Соседики Там Многомиллионные Там Типа Нижнего Ногорода И Татарстана У них там ВРП В разы Больше Чем у нас Значит Предприятий Другое Ну То есть Все другое И У них там Сложилась Определенная Система Экономики Надо смотреть Новое Ну Например Сейчас Проект Появился Digital Sport Вот Это Ну Спорт Будущего По большому Счету И Подготовка Молодежи К современной Жизни Да То есть Там То Что В компьютерной Игре Там Футбол Хоккей Стрелялки Значит Полеты На Самолете Там Это Самое Это Все В жизни Да То есть Это Самое То есть Ты Потренировался На тренажере Да А потом Иди в поле И то же самое Лазер Так Значит Управление Квадрокоптерами Ну Вот Занимайся Вот Мы Это Сделаем Мы Уже Подали Заявку И Фактически Договорились Значит С партнерами О строительстве В Кирове В рамках Кампуса Мирового Уровня Там же Чтобы Все вместе Все было Все в одном В одном Пространстве Таком Культурно Спортивно Образовательно Все бы Было Вот Потому что Это дает Прирост Сразу По Синергии То есть Все вместе Когда Сам Студент Выходит Он здесь Поучился Здесь Отдохнул Здесь Поел Здесь Спортом Позанимался Здесь На концерт Сходил Все вместе Здесь Находится Это Точка Притяжения Становится Которую Удобно Показывать Всем остальным Вокруг Чтобы Показать Вот Киров Вот Киров Выглядит Вот так Чтобы Не Рассеть Так Генериров Продолжая Говорить Про образование В чисто Человеческую Тематику Хотелось бы Немножко Перевести Наш разговор На мой взгляд При упоминании Слова Учитель Возникает В первую очередь Образ Милой Доброй Женщины Это Это Знаете Кому Как Повезло Ну Не знаю У меня По крайней мере Так В первую очередь Я никому Никого Не хочу Обижать По половому Признаку Но вот Давно Все-таки Бытует Мнение Что Не хватает В наших Школах Некого Мужского Начала Педагогические Коллективы Не секрет У нас В основном Женские Я по крайней мере По своему Опыту Сужу Что я не встречал Где мужчин Больше В школе Чем Женщин И отсюда На мой взгляд Рождается Масса Таких нюансов Недостаток Именно Какого-то Мужского Воспитания Все-таки У женщин Иной Более добрый Более мягкий Подход Вы Видите В этом Какую-то Проблему Не знаю Какую-то Точку Которую Можно Изменять Ну знаете Проблема Во-первых Не вчерашняя Она где-то Сложилась Во всем мире Но считается Что мужчина Не может Позволить себе Заработать Столько В школе Что позволит Обеспечить На самом деле Это не про это Это не про зарплату Значит Во всем мире Преподаватели В средней Школе Именно В средней школе Потому что Вы совсем по-другому Если обратите внимание А зарплаты В вузах Не сильно Большую сторону Отличаются Чем в школах И значит Здесь вопрос Не в деньгах Сложилось Что в средней школе Женщин больше Сложилось Это где-то В сороковых Годах Двадцатого века До этого Учитель Была мужская Профессия Ну то есть Большая убыль Мужчин Просто во время Второй мировой войны По всему миру Это произошло И следом Женщины пошли В школу И эта традиция Закрепилась Если помните Классический фильм То есть Доживем до понедельника Учитель в школе Или это Большая перемена Ой Учитель Пришел один Нестор Петрович Значит В женский коллектив Да Вот Ну то есть Это Всегда И всегда Будут в этом Говорить И При этом Я вам скажу Что Вот в Кирове В Кировской области Есть примеры Где учителей Ну Мужчин Достаточное количество Правильная организация Работы Директора Прежде всего Скажу Директор Очень важный Вообще Человек в школе Он понимаешь Не только тот Кому вызывают Когда плохо себя ведешь Он вообще Организатор Учебного процесса В том числе И финансовый Организатор Я знаю Примеры Когда Учитель Живущий В Кеминтерне Ой В Ру Неправильно Не сказал Не в Кеминтерне Живущий На профсоюзной Это что-то Ассоциацию У меня На профсоюзной В районе ЗАГСа Вот где Дворец Брекса Карла Маркса Вот где-то В этом районе Живущий Ездит В Нововязг Нововязгский район Каждый день За рулем И обратно Потом Самый классный Руководитель Учитель Предметник В прошлом году Выпустил Очередной Свой Одиннадцатый Класс Он не один В этой школе Там учителей Мужчин Где-то Процентов Тридцать Наверное Правильная Организация Работы Есть такие школы Не единственный Пример Значит Можно Организовать И заработную плату И дополнительные Занятия И Возможности Подработок Что учитель Будет получать Вполне Приличные От директора Прямо Очень много Зависит Вот стоят Двери рядом школы В одном Средняя зарплата 35 Другой 45 По нынешним меркам Большая разница Конечно Ну То самое Одинаковая школа С точки зрения Всех Процессов Количества Учеников Задачи Задания Все одинаковое По другому Надо ли мужчин Заманивать В среднюю школу Обязательно Три минуты Остается Обязательно Мужчины Должны быть Обязательно Для воспитательного Процесса Это очень важно Потому что Должен быть Старший товарищ Который близко К тебе находится И который Не твой папа И не обязательно Физрук И не обязательно Физрук Мне скажем Повезло У меня классный Руководитель В школе Где я учился Был мужчина Владимир Александрович Волков Учитель биологии Я вот прям С большой теплотой О нем вспоминаю И очень благодарен Ему Очень многое Дал мне Как вот Жизни Не с точки зрения Даже знаний биологии А именно с точки зрения Как воспитатель Как старший товарищ Насколько вообще Вы активно В рамках года Наставника Будете общаться Встречаться С педагогическими Коллективами Ну очень активно Безусловно Ну то есть Мы запустили Уже год Наставника Очень неплохой Мне кажется Был старт Когда сами Учителя со сцены Проявляли свои Лучшие Творческие Качества И такой Свой-своему Фактически Это уровень Доверия Другой Значит И вот Как вот Стартовали Так вот и будем Да То есть Я считаю Что Педагогическое Сообщество Многие вопросы Должно решать Само А давать Ответы Не задавать Вопросы А давать Ответы Государства Государства Просто эти Ответы Должны Брать на вооружение В рамках Жигодного Ставничества Очень важная История Это созданная Организация Детская Молодежина Движение Первых Это когда Сами детки То есть Участвуют В управлении Потому что Все-таки Воспитание Двусторонний Процесс Человек Маленький Молодой Не значит Что он Предмет Для воздействия Он субъект Деятельности Он сам Мыслит У него свои Интересы И они Часто отличаются От страшного Поколения И не факт Что они хуже А возможно Даже лучше Потому что Каждое Новое поколение Должно быть Лучше Предыдущего В этом залог прогресса Ну что Коллеги Поблагодарим Нашего гостя Сегодняшнего Губернатора Кировской области Александр Соколов Завершается Наша сегодняшняя Дебютная программа Клуб редакторов Инмедиа Надеемся На продолжение На еще более Продуктивное Эффективное Интересное Общение Я думаю Что первый опыт Удался Спасибо Александр Валентинович Спасибо вам За интересные Вопросы И за диалог Спасибо До свидания Всего доброго Клуб редакторов Инмедиа Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok